всем привет ребят как всегда лазер вы наверное сразу же спросите что я вообще делаю в этом районе а я вам отвечу я просто заехал погостить к своему другу в принципе ничего особенного тут нету за моей спиной ребят находится кое-что интересное давайте же я поверну камеру да ребят это бмв м5 е60 я на ней уже давно давно не катался ручь ребят она в паркинге стояла около трех месяцев и я думаю что пора уже заехать на ней вы 100 вообще посмотреть может быть ей надо что-то там подлить масло там какой-то или так далее потому что надо поддерживать мотор особенно когда он так постоял это очень вредно было надо скорее всего даже аккумулятор поменять потому что он мог разрядиться за такое время простое ладно садимся в тачку и погнали кстати ребят наверно многими интересно чё тут за друг у меня живет ну это как бы мой одноклассник школьный мы с ним как-то в школе суете ли поэтому решил к нему заехать тут домой погостить такой кстати ребят какая же у нас бодрая это m5 е60 как вы знаете мы на нее делали тюнинг и вы посмотрите она просто улетает это просто такой зверя не машина что я не знаю даже если встать на драк с моей m5 f90 cs то эта машина я думаю даже будет побыстрее в моментах потому что ну она как бы у нас настоит же ребят смотрите прямая дорога давайте сейчас тапочку в пол все ребят полетели просто пипец 130 уже идем 150 ребят 200 почти 200 идем ой не ребят тут город все давайте тормозить мы сейчас направляемся в мою с т о вот так вот так все быстренько выезжать ой ребят просто на красный цвет ловлю штрафы наверное сейчас но блин отвык от ее мощности такой надо кстати наверное нам f90 тоже поставить на стейдж 2 потому что стейдж он реально прокачивает машины прям нехило я ребят подъезжаю к своему с то как вы знаете у меня тоже тут есть бизнес просто я давным-давно уже сюда не заезжал с камерой поэтому сейчас давайте ставим машину улью ты чё так блин пацаны просто от стрелы идут я не знаю как из пулемета на самом деле потому что машина явно очень бодрая но вообще посмотрите на ее взгляд посмотрите на ее фары и просто подумайте насколько же она красивая кстати ребят я думаю может ее перекрасить нам какой-то другой цвет потому что такой цвет уже как-то поднадоел хотя он даже прикольно я думаю можно его оставить почему бы и нет но напишите в комментарии если хотите сменить цвет то напишите в какой цвет можно ее покрасить чтобы я почитал Возможно, мы именно в такой цвет, который вы напишите, и покрасим Ой, ребят, вы посмотрите, какой день Просто шикарнейший Такое солнышко светит Я вообще гуляю, сейчас в маечке жара Просто пипец Кстати, ребят, а помните, мы как-то снимали оперскую суету Где я, Лактор и Элщик купили старенькие приоры И на них тупо гоняли Если вы не смотрели этот выпуск, то, в принципе, можете его посмотреть На моем канале он присутствует Прошло где-то минут сорок Пацаны мои проверили машину Открывали капот Короче, смотрели арки вот эти колесные Сказали, что машина, конечно, долго стояла Но масло в ней, в принципе, так-то и нигде не испортилось То есть, они совсем чуть-чуть что-то подлили там своего Короче, вот так Машина полностью рабочая Поэтому сейчас мы на ней поедем кататься И мы, конечно же, ее затестим Но, ребят, мы не просто поедем кататься Давайте вам по дороге все вот это вам объясню Кстати, машина сделанная под дрифт Поэтому тут очень хороший выворот колеса Вот, смотрите, я могу просто вот так развернуться спокойно То есть, как бы, выворот колес спокойно мне это позволяет Короче, как-то я сидел и думал Куда же мне отдать свои 20 миллионов Которые у нас остались еще с того момента Как у нас были терки с Урусом И, короче, когда я Урус продал за 30 мультов Я себе купил, во-первых, за 8 миллионов BMW M5 CS Ну, а осталось у нас 22 миллиона И я думал-думал Куда же мне вложить эти деньги? Может купить себе еще одну машину? А потом подумал Нет, ребят, нужно присмотреть себе кое-какой новый бизнес И вы понимаете, куда я приехал? Я приехал в кафешку Как вы знаете, у меня есть несколько точек Моих тюнинг СТО Вот там находится одна И вот там, в которой мы только что были Ну, а я приехал к Старбаксику Который находится вот в такой местности И что хочу сказать Эта кафешка, ребят, продается Да, можно купить себе здесь бизнес Представляете себе? То есть, я так подумал Что можно вложить часть тех денег Суруса Именно в этот бизнес И открыть себе еще один бизнес Ко мне будут приезжать клиенты В том числе и вы Приглашаю, ребят, вас заранее в эту кафешку ездить Потому что, если сейчас я ее куплю То, конечно же, будет вообще шикарно Короче, все деньги пока что у меня лежат в банке на счету Но сейчас я буду связываться с челами С менеджерами Буду расспрашивать их вообще Как можно купить вот этот бизнес И если они мне все расскажут Если я соглашусь купить То, конечно же, мы купим себе тут бизнес И откроем себе свою кафешку Представляете, ребят, какое везение Что-то я решил присесть на соседнее сидение Короче, вот так Тут тоже удобненько Можете посмотреть, как у меня в Е60 В принципе, вот ручка, дверная карта Короче, ребят Я вообще, что включил сейчас камеру? Да, в том, что я только что звонил чувакам Которые занимаются продажей вот этих бизнесов И расспросил Они сказали, что да Бизнес продается И стоит он 6 миллионов То есть, если, ребят, у нас есть 22 миллиона 6 миллионов Мы отдаем за этот бизнес Остается, ребят, у нас сколько? Правильно 16 миллионов У нас еще будет в запасе Это, ребят, шикарно За 16 мультов Даже можно найти себе хорошую тачку Кстати, ребят, по поводу тачки Посоветуйте мне тачку до 16 миллионов Какую можно купить? Желательно Внедорожник Я себе давно-давно хочу Внедорожник Никак его не могу себе купить Потому что все время Какие-то проблемы Или все время я покупаю Все другие тачки Но никак не внедорожник А мне тоже нужно кататься На внедорожнике Ездить в село Там и так далее Короче, вот так Ну что ж Сейчас я, короче, поеду Туда, где Купли-продажи Недвижимости Оформлять бумаги Переводить деньги На счета И Поздравляйте, ребят В принципе Ну, пока что не надо Сейчас я поеду туда Все оформлю И можете меня уже поздравлять Я пересел, ребят За руль этого монстра Включаем заднюю передачу Ой, просто Блин, я не знаю Она ездит? Что пипец Я уже, в принципе Подъезжаю к тому зданию Вон там где-то А, нет, блин Что-то я путаюсь В этом районе Я здесь так-то не бываю Я опять на красный проехал Что-то я со светофорами Вообще не дружу Я не знаю, почему Ловлю постоянно штрафы Но, блин На что делать Главное, ребят Никуда не попадать И вообще Хочу вам сказать Ездите всегда по ПДД Потому что Это, прежде всего Безопасность пешеходов Я, кстати, поехал на желтый На желтый ехать можно Тут очень узко Но я стараюсь сюда заехать На своей тачке Так, блин Паркуемся Все, выходим Глушим Я зашел Офигел Какая же там Очередь от людей Там тупо до кассы Человек 20 стоит Я так подумал Что ладно Съезжу-ка я завтра Лучше сюда Приеду точнее И уже все нормально Спокойно Со всеми бумагами Все вот это подпишу Куплю бизнес Ну а, ребят Ну а, ребят Тогда давайте Заканчивать Пока что серию Я, в принципе Хочу себе купить Новый бизнес Как вы поняли Жаль, что В этой серии Я его так и не купил Так бы вы уже Могли ко мне Заехать В принципе В мою кафешечку Ну а, ребят Ставьте лайки Желайте мне удачи Чтоб в следующий раз Я уже точно Все купил Я постараюсь сюда Приехать завтра Все это оформить Все бумаги подписать Короче, чтобы Все было нормально Ну и, конечно же С вами Открываем новый бизнес Давно я уже Года два Не покупался Новый бизнес И владел только Тюнинг гаражами Попробуем себя В чем-то новом Короче, вот так Подписывайтесь Также на мой ТГ канал Там проходят съемочки С подписчиками Он находится По ссылочке в описании Ну и всем Желаю удачи И всем Пока-пока